Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 8 том. Тема «Семья». Вопрос 2038. Не было ли причиной ухода в монастырь желания сбросить с себя все заботы житейские и, имея руководителя во всех аспектах жизни, беззаботно и легко плыть по течению, и с радостью ли отпускали родные избранников Божиих в монастыри, якобы желая иметь ходатая в кавычках пред Богом? Ответ Игнатия Лапкина. Это уже потом пришли к такому раскладу. А вначале думали о другом, чтобы сохранить себя. «Ни от кого не зависеть». Потому монастыри, к тому же, стали прибежищем для тех, кто ничего не хотел сам делать, а пожелал все сгрузить на Бога и на старшего в монастыре. А о таком положении христианина Библия ничего не сказала. Псалом 118, 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Римлянам 14, 12. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Мне знакома Библия и знакомы жития святых. И создается ясное впечатление. Сознание того, что у монахов самая главная задача – переписать Библию, и чтобы она была вся посвящена подвигам и победам монахов. Перенося события давних дней, можем же услышать, что слышали монахи в свой адрес, когда семья теряла кормильца и знала, что в том виновны эти черные люди. Они проглотили его. Если бы эти слезы и вопли все собрать, то их пещеры залило бы, как в потоп. Римлянам 13, 10. «Любовь не делает ближнему зла». «Итак, любовь есть исполнение закона». Деяние 15, 29. «Не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете». Когда апостолы вынесли это решение, разве кто-то мог предвидеть, что если указать на зло, какое совершается при насильственном разделении мужа с женой, жениха с невестой ради бисеродевства, то монах в ответ может без смущения сказать, «Я и делаю ближнему то, что сам возлюбил, чтобы и эта чужая жена стала невестой Христовой, как и я». Такого самоедства разве не могли предвидеть ученики Христовы? Выходит, что Дух Святой им этой бездны не открыл. Василий Исповедник, память 28 февраля. Оставив мир с его соблазнами, он поступил в монастырь и добродетельно проводил иноческое житие. Анфиса, память 27 июля. Оставив родительский дом, она подвязалась сперва уединенно в пещерах. Встретив старца Сесиния, она продолжала подвиги по его наставлениям и настолько преуспела в духовной жизни, что 90 девиц верили себя ее руководительству. Стихотворение. Сколько есть важных вопросов прямых, ответ на который нужен сверхточный. Толстенная Библия, 77 книг, но об этом нет полстиха и ни строчки. И не было бы ересей многих и разных, не было бы войн многотрупных веками, и не возникло бы в храмах проказа, зараза, бури бы не было в церковном стакане. О том, что главенство над церковью вредно, что это преступно и крайне опасно, составить расширенным верою кредо, инквизиции избегли бы и ужасов папства. Хотя бы словечко, что наши молитвы об умерших без покаяния, без Бога, индульгенции не знать и загробные битвы, заказные молебны и деньги потоком. Почему не написано «День воскресенья чтите, субботу забудьте, спасайтесь через причастие, крестите детей обязательно, Иерусалим посетите, монашество и монастыри величайшее счастье!» Почему Иоанн не додумался нам подсказать, что Дева Мария, Царица Небесная, и приблагая, иконы нужны, но лучше, чтоб мира текло и слеза, научились канонизировать и балаганить. Что власть людоедская тоже есть всякая, и радости их в акханалии также и наши. Хотя бы словечко, и эти епископы больше не вякали, а шли бы по тюрьмам, намащивались возле параши. Что стоило? Это к кому же претензии, что нет ни словечка о долгих пощениях, о троекратном и полном для всех погружении, о строгом запрете, вне церкви, больницы, лечении. Но книга толстенная так и молчит, не маячит за кладкой, давая лишь тонкие, как бы намеки туманные. И рвутся сектантами ризы, латаем за платками. Приходится прыгать блохой, используя данное. 20 сентября 2003 года. Игла. Игнатий Лапкин. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.